Чтобы обнаружить нестыковки в официальной истории, зачастую необязательно собираться в далекие экспедиции или штурмовать музеи и старинные библиотеки. Иногда достаточно, что называется, разуть глаза и внимательно рассмотреть то, что буквально ежедневно мелькает перед нашими глазами. Например, возьмем старинные храмы и часовни, построенные примерно до первой половины середины XIX века. Что с ними не так, как думаете? Вроде все на месте, только вот на поверку оказывается, что изначально при строительстве этих якобы религиозных сооружений совершенно не учитывался местный климат. Такое ощущение, что в период строительства никакой снежной зимы с морозами под минус 10-30 градусов и в помине не было. Хорошо видно, что дымоходы для печей выдалбливались в толстых стенах значительно позже, в спешке. Да и вообще такие толстые стены целесообразно строить в теплых местах типа Греции или Италии, чтобы не запускать внутрь здания уличную жару. А вот протопить такое здание, как, например, высоченный просторный православный храм с толстыми стенами, та еще задача. Да и чем топили-то, если изначально существование там печей под большим вопросом. Та же история с барскими домами и вообще старинными домами той эпохи. Для более поздней установки печей не жалели ни интерьеров, ни первоначальной планировки. Для дымоходов долбили стены как попало. А что, нельзя было сразу продумать это в проекте при строительстве здания? Ведь холода в России занимают большую часть года. Или нам говорят, что топили каминами. Ну вот, например, камин в Эрмитаже. Попробуйте протопить такую комнату с огромными застекленными окнами борозной стужей. Если такие камины служили для обогрева здания, то почему тогда в наши дни их дополняют всевозможными батареями и радиаторами? И все равно работникам Эрмитажа в зимнее время выделяют рабочие фуфайки, чтобы не простудиться. Кстати, чем топили в те давние времена? Помните эти сказки про походы в лес за хворостом для печи? Пробовали когда-нибудь топить печку хворостом? Он сгорает так быстро, что сразу надо бежать обратно в лес за новой партией хвороста? Или почему многие здания того периода имеют плоские крыши, как будто проектировщики не принимали во внимание долгие снежные зимы? Или почему тепловые таборы стали пристраивать значительно позже, уже в конце 19-го, начале 20-го века, зачастую из дерева, не нарушая единый стиль интерьера? Или еще вопрос. Почему львиная доля изученных строений того времени не имеют гидроизоляцию хотя бы в виде той самой бересты? Как будто строители не знали про то, что кирпич имеет свойство впитывать влагу из земли. Потом она замерзает, оттаивает, опять замерзает. И это в конечном счете быстро разрушает нижнюю кладку храма или церкви. И, кстати, где фундамент? Вот это не фундамент, а более поздняя облицовка. Почему опять при строительстве не учитывались морозы? Или, может быть, дело в том, что мы видим у самой земли не кладку первого этажа, а видим кладку, например, второго, потому что здание утоплено в землю на 1, 2 и более метров. К этому подозрительно быстро накопившемуся культурному слою мы еще вернемся, потому что здесь не может быть разгадка. А какие еще подсказки могут говорить о том, что раньше климат в России был намного мягче? Может быть, в России росли какие-нибудь тропические растения? Многие удивятся, но действительно, в 19 веке Россия экспортировала в Европу тепличные ананасы и имела обширное производство шелка. Например, в Павлопосадском уезде Московской губернии раздаточная контора купца Соколикова выдавал крестьянам коконы тутового шелкопряда для размотки и получения шелка-сырца. Оказывается, у местных крестьян в этом деле был огромный опыт. Все бы ничего, вот только коконы тутового шелкопряда, которые якобы привозили из Ирана, очень прихотливы при транспортировке. Важно соблюдать температурный режим в пределах 21-25 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха на всем пути должна быть 60-70%. А для завивки кокона нужен рассеянный свет. О больших расстояниях и говорить не приходится, потому что куколки в коконах развиваются очень быстро. Примерно через 10-12 дней они превращаются в бабочек, и коконы приходят в негодность. Учитывая, с какой скоростью двигался транспорт того времени, можно предположить только одно. Производство самих коконов теплолюбивого шелкопряда находилось где-то совсем рядом. Если почитать документы того времени, то окажется, что еще при Екатерине II возле Царицына были построены шелкопрядни, которым представили 1300 крестьян. На Украине в Харьковской губернии было организовано шелковое производство. В 1800 году тамошним крестьянам предписывалось высаживать по 10 деревьев шелковицы, которые вообще-то растет в теплом тропическом климате, например, в Узбекистане. Что ж получается, в европейской части Российской империи раньше, в конце 18-го, начале 19-го века, было намного теплее, чем сейчас, если где-то у нас росла шелковица, то вполне логично было бы встретить в Центральной России какие-нибудь пальмы в парке. Почему нет? Вот фотографии этого взрослого растения, высаженного в грунт. Перед нами места Питера и Москвы. Это конец 19-го, начало 20-го века. А что там по животным? Может быть, и теплолюбивые животные у нас жили? Вот герб Челябинска. Это там, где сейчас зимой морозы под минус 40. Да и летом, как вы понимаете, не Ташкент. Откуда же на гербе, утвержденном в 1782 году, согласно книге «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи», взялся верблюд? В этой книге сказано, что в нижней части «Герба» – навьюченный верблет, в знак того, что в сей город он их довольно с товарами приводит. Или вот фотографии оренбургских казаков. Конец 19-го века. Уральские казаки с верблюдами. Что тут такого? Ну, конечно, львов тут, наверное, не было, хотя бог его знает, что у князев зверинца было. А вот гепарды здесь были. Их называли пардусы, и князья их использовали для охоты. Или вот чучело гигантского мамонта. Как-то очень хорошо сохранилось животное, если учесть, что она умерла в каком-нибудь плейстоцене. Да, нам будут говорить про вечную мерзлоту, но попробуйте разморозить мясо советского периода. При размораживании оно будет разваливаться, превращаться в кашу. А здесь такое ощущение, что мамонт умер вчера, и из него выйдет отличный шашлык. Кстати, на внезапную и относительно недавнюю заморозку мамонтов намекает состав содержимого в их желудках. Это шишки деревьев, травы, цветы, мох. Представьте, сколько нужно растительности, чтобы прокормить такое огромное, просто гигантское поголовье мамонтов. Климат был степной. Даже древние замерзшие семена, оттаивая, дают степную растительность, которая в наши дни из-за сурового климата постепенно сменяется растениями тундры. Или, как вам такой экземпляр? Пещерный львенок. Его тоже нашли в вечной мерзлоте. Или вот, шерстистый носорог. Очень упитанный, то есть он не голодал, не болел, скорее всего упал в трясину какую-то. Обратимся к старинной книге 1847 года. Череп мамонта. Почти совершенно целый. Найден в московской губернии. Превосходно сохраненная нижняя челюсть того же животного, найденная в оке во время ловли сетями. Восемь частей разных костей мамонта, найденных при рытье фундамента под храм спасителя в Москве у Причистинских ворот. Коренные зубы слона малорослого с частью челюсти из московской губернии. Каменелого носорога, несколько черепов. Один из них из Сибири. Другие из московской губернии, доктора Караса. Кости таза бегемота великорослого найдены близ Волоколамска. Или вот книга «Вестник естественных наук» 1837 года. Читаем заголовок. Еще находка мамонта под Москвою. Или вот любопытный документ. Изображение фейерверка и иллюминации 1748 года. Это 1 января. Мы видим пальмы, работающий фонтан и растения в клумбах. Или гравюры Питера Вандер Ааа с видом Астрахани 1729 года. Тут вам и пальмы, и верблюды. А еще можно открыть вот эту книгу под названием «Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепехина, академика и медицины доктора», изданную в 1780 году. Здесь мы читаем «С левой стороны по течению реки Двины первая впадала речка Стрига. Вот она на современной карте. В четырех верстах от устьюга выстроен изрядный загородный архиерейский дом под именем Богородского. По охоте нынешнего преосвященного к садам много разведено плодоносных деревьев и до зрелости своей доходят дыни и арбузы. То есть с разведением теплолюбивых растений на севере России все было в порядке. И даже если это делалось с помощью теплиц, то тогда возникает вопрос, чем они отапливались? Была какая-то неизвестная нам технология получения энергии. Некоторые исследователи приводят доводы в пользу того, что зима все-таки была и снег, и морозы были по полной программе. Просто была другая технология отопления, которая позволяла и обогревать огромные помещения типа храмов и залов и дворцов, и выращивать южные растения, содержать теплолюбивых животных, и гидроизоляция была. Например, она описана в книге 1834 года «Портфель для хозяев». Правда, основным ингредиентом был кал и навозная жижа. Такая гидроизоляция быстро изнашивалась, и, мол, поэтому сейчас мы ее не наблюдаем. Или в качестве доказательства зимы до середины 19 века исследователи приводят гравюры и картины с изображением зимы, снега, людей в шубах и тулупах, а также домов с печными трубами. Да, их может быть 2-3 штуки на все огромное здание, но они же есть. Может быть, зима с морозами действительно была, и климат как был, так и остался. Но все-таки не совсем понятны многие моменты, в том числе странная полуголая мода в Древней Греции и Древнем Риме. Нам говорят, что они существовали 2000 лет назад. Но при внимательном изучении вопроса все выглядит так, как будто на самом деле античностью называли раннее Средневековье. А значит, в Средние века юг Европы был практически с африканским климатом. Потому что сейчас температура в Греции достигает 20 градусов только в течение 5-6 месяцев в году. Остальное время надо надевать куртки и шубы. Если попытаться совместить нереально глубокий культурный слой, больше похожий на последствия подтоплений и селей. Если добавить к этому многочисленные намеки на другой, более теплый климат в прошлом, приплюсовать сюда затопление всей флоры и фауны водными и селевыми потоками, и резкое замерзание всей этой массы до 1 километра в глубину, то вырисовывается интересная картина. Почему бы не предположить, что причиной смены климата было какое-то событие? Допустим, извержение какого-нибудь супервулкана в районе Арктики, где-то между Якутией и Аляской. Лето могло быть что-то другое, но похожее по мощности. Что-то, что могло вызвать ядерную зиму на несколько столетий. И тогда получается, что сейчас ядерная зима отступает. А нам это преподносят знающие круги, как глобальное потепление. Что думаете по этому поводу? Пишите ваши предположения, сомнения и вопросы в комментариях к этому видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на тему альтернативной истории. Всем удачи!